Азербайджан и иранские отношения имеют глубокие исторические корни. Наши народы веками жили бок о бок и относятся к исламскому миру. После подписания между Ираном и Россией в 1813 году Гюлистанского и в 1828 году Туркменчайского договоров, Азербайджан был поделен на две части, и большая его часть была включена в состав Ирана. В настоящее время в Иране проживают более 40 миллионов азербайджанцев. Однако, несмотря на исторические связи, сегодня права наших соотечественников по ту сторону реки Араз каждым днем все больше ущемляются. Хотя на протяжении всей новейшей истории Ирана азербайджанцы, составляющие порядка 40% населения страны, играли важную ключевую роль в происходящих неполитических процессах. Иранские азербайджанцы внесли немалый вклад в развитие и процветание этой страны. С просьбой рассказать о некоторых из них Баку-ТВ обратилась к старшему научному сотруднику Института Востоковедения Российской Академии наук Лани Раванди Федаи. Ассимиляция продолжалась до Исламской революции 1979 года. Хотя, после прихода к власти Мухаммеда Риза Шаха, это сын уже, который правил с 1941 по 1970 год, 1979 год, когда произошла Исламская революция, у которого жена Фаррах, третья его жена, она была азербайджанкой. Вот при нем уже массовых убийств азербайджанской элиты больше не было. Даже наоборот, азербайджанскую элиту при последнем шахе стали назначать на некоторые высокие посты, чтобы обеспечить ее лояльность. Но среди других известных политиков иранских азербайджанцев можно, конечно, еще назвать Мир Хусейном Мусавием. Он был премьером еще при Хомини, который с 1981 по 1989 годы. Он придерживался очень консервативных взглядов, но в 90-е годы сменил взгляды. И он перешел такое в течение реформаторов, да, вот консерваторов перешел к реформаторам. В 2009 году участвовал в президентских выборах, но проиграл. Он протестовал против итогов выборов, считая их сфальсифицированными. Там попал под домашний арест и до сих пор находится там. Вот насколько мне известно, он не ставил акцент на борьбу именно за права азербайджанцев, а скорее всего в целом боролся за расширение демократических прав, там за расширение демократических свобод для всех граждан Ирана. Среди азербайджанских политиков во время последнего шаха, наверное, можно назвать Хасана Тагизаде. Он в 1957-1960 годах был председателем верхней палаты парламента Ирана. Туда назначались люди, полностью преданные шаху. Был и азербайджанский религиозный деятель, оппозиционный режим ухумени и выступавший за парламентскую демократию, за отделение религии от государства. Это великий аятулла. Напомню, что аятулла – это высший титул в шиитском исламе. Был такой Мухаммад Казем Шариат Мадари. Он очень пользовался популярностью в Тебризе, умер в 1986 году. Он тоже осудил захват американского посольства. Хумени из-за его сопротивления режиму лишил его религиозного статуса аятуллы и учеников и поместил под домашний арест в 1982 году. Как видно из приведенных Раван Дефа, да и примеров, даже принимавшие активное участие в исламской революции, этнические азербайджанцы становились со временем апологетами реформ и активно пропагандировали демократические ценности, пытаясь по возможности влиять на законодательство режима мулакратии.